Сегодня на 7 вопросов отвечает директор группы представительства компании «Метрополь», депутат Народного Хурала Республики Бурятия Баир Циренов. Баир Дашидов, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос от Татьяны Васильевны. Вы остаетесь самим собой, выполняя свою работу? Ну, конечно. В общем-то, невозможно работать, делая это как бы за кого-то другого. Поэтому нужно оставаться самим собой и работать честно и с убеждением. Алена Антонова спрашивает, а сформулируете Ваше отношение к действующей власти Бурятии в пяти словах? Сегодня в республике власть есть. Следующий вопрос тоже от Алены. Какую оценку Вы поставите себе как политику? Да. Но я бы поставил, наверное, удовлетворительно. Почему? Ну, потому что отлично, ну, не знаю, отлично это должны люди ставить. Хорошо. Но я думаю, что как политик я еще не, во-первых, не научился, потому что только три года как депутат Хурала. Вот. Ну и многое еще предстоит сделать, поэтому я думаю, что удовлетворительно. Следующий анонимный вопрос. Приходилось ли Вам в Вашей профессиональной деятельности переступать через свои принципы? Ну, я думаю, что это, наверное, крайне редко. Причем, может, не переступать, а иногда промолчать. Вот это не самое лучшее, наверное. Ну, вообще бывает. Да. Бывает, но это, видите, в политике это, может быть, должно быть, но иногда говорят, лучше промолчать, чем говорить, но в других сверху, я думаю, надо само говорить. Анонимный еще один вопрос. Пойдет ли Михаил Слепенчук участвовать в выборах главы Бурятии в 2018 году? Что Вы об этом знаете? Я пока об этом знаю не так много, поэтому не могу сказать ни да, ни нет. Светлана Овчинникова. Чего нельзя никогда делать политику? Я думаю, политик никогда не должен врать, вообще-то. И я думаю, что политик должен давать дело до конца. Продолжение вопроса. Чего нельзя никогда делать мужу? Мужу? Муж должен быть всегда верным своей семье, своей жене. Не изменять. Следующий как раз вопрос. Продолжение. Чем покорила Вас Ольга Жедмитова? Ну, я так думаю, что вначале наше знакомство состоялось не как с певицей, то есть, поэтому вначале она покорила голосом. А потом я уже узнал меня как человека, то есть, душой. Ну, уже потом и все остальное. Хотели бы ли Вы жить вечно? Нет. Почему? Ну, понимаете... У многих есть такая мечта, да? Значит, я на этот вопрос отвечал где-то лет 40 назад. Причем мне этот вопрос задал маленький мальчик, он был братишком моего однокашника. Ну, я ему тогда так сказал, что вечно, наверное, жить нельзя. Он говорит, почему? Я говорю, ну, люди, наверное, потом устают от жизни. Тогда было мое такое предположение. Ну, сегодня оно, на самом деле, может, не поменялось, в общем-то, но я думаю, что вечно это удел богов. А люди, они, ну, в конечном счете смертны в этом теле, ну, потом может перерождается и так далее, но я думаю, что... В реинкарнацию Вы верите? Да, я в это верю, но я думаю, что, в принципе, все-таки достаточно людям, человеческим существам, вообще вечное удело не грозит. Что больше всего любите делать в интернете? В интернете я получаю информацию, вот, и... Причем сегодня действительно интернет – это такая большая удобная штука, с ее помощью можно из любой области знания получить информацию. А если говорить о развлечениях? О развлечениях, ну, развлечения, ну, так, иногда бывают смешные ролики, истории, анекдоты. В социальных сетях Вы есть? Да, я в Фейсбуке. Женя, 78, задает вопрос. Вы когда-нибудь плакали, и какая это была причина? Ну, конечно, мы все плачем в детстве, потом плачем в более взрослом возрасте. Взрослые тоже, мы плачем, конечно, по утрате, когда утрачиваем кого-то из близких, из родных, и, допустим, вспоминаешь их, такое бывало. Вопрос от Бодрого. Как Вы относитесь к вечеринкам, клубам? В принципе, я отношусь к этому нормально. В общем-то, я думаю, что люди отдыхают. Просто дело в том, что всегда была какая-то определенная грань, которая, ну, не стоит переходить, в общем-то, веселиться. Это не значит... Например, какая? Ну, допустим, не надо переступать через нравственные устои. Вот. И не надо мешать другим. Вот когда люди отдыхают, они должны отдыхать сами по себе, а другим не мешать. Ну, и нужно оставаться самим собой. Как Вы относитесь к свободной любви? Также Бодрый задает такой вопрос. Понимаете, свободная любовь, это было понятие, наверное, все-таки в прошлом веке, когда ее, этот термин активно пропагандировали, там, в начале 20-х веков, столетий и так далее. Ну, я думаю, со временем где-то этот термин менялся, в общем-то, и, в принципе, если в тех границах, которые раньше имели, конечно, отрицательно. Потому что все-таки человек живет для того, чтобы создать что-то, оставить после себя что-то, дать жизнь новому поколению. А беспорядочность, она, конечно, не нужна. А если в плане того, что человек, каждый человек свободен от другого, в общем-то, то это понятно. Человек, каждый, свободен, он свободен выбирать, жить ему со своим возлюбленным, своей возлюбленной, своей женой или нет. В этом плане он, конечно, свободен, он может любить, может не любить. Такое право не есть. А в плане беспорядочности, конечно, нет. Боря Дашидович, такой небольшой блиц, просто короткие и совсем ответы. Брюнетка или блондинка? Ну, конечно, брюнетка. Страна отдыха? Страна отдыха, Россия. Верите в гороскопы? Ну, я в них это, как это, иногда развлекаюсь, в общем, когда прочитаешь, всегда их забываешь. Деньги или счастье? Я думаю, счастье, конечно. А с кем себя ассоциируете? Ну, не знаю, Оля, моя жена, она меня ассоциирует с таким животным, как медведь. Ну, я себя иногда, конечно, могу ощущать кем-то, в общем-то, но таких четких ассоциаций нет. На самом деле, конечно, когда в определенном возрасте ассоциируешь именно ребенком, а потом уже, конечно, отцом своих детей. Можно ли любить сразу двоих? Ну, если это твои дети, то почему бы нет? Любимый сериал или фильм? Вот, знаете, сериалы я сейчас практически не смотрю, а раньше было это 17 мгновения весны. Как вы думаете, кем вы были в прошлой жизни? Ну, я думаю, что в прошлой жизни я был, ну, так, я парадословно как бы смотрел, я думаю, что я был скотоводом, в общем-то, ну, и принимал активное участие в общественной жизни, потому что мои прадед, прапрадед, прапрапрадед, они были зайсанами, то есть выборными, как это сказать, старшинами или главами, в общем-то, рода. И теперь продолжение следует, можно сказать. Ну, может так. Боря Дашид, спасибо за беседу. Спасибо. Спасибо.